Господь Господь, пускай в нашем сердце будет эта жажда познания Тебя, жажда поиска Твоего лица, чтобы мы стремились к Тебе и находили, и каждый раз находили что-то новое, каждый раз Ты нам открывался как-то особенно. Желаем, Господь, чтобы в нашем сердце всегда была жизнь, которая от Тебя приходит. И мы просим Тебя, Господь, учи нас своим путям на этих занятиях, на этих библейских курсах, учи нам премудростям Твоего Слова и дай нам совершать для себя новые открытия и даже те вещи, о которых мы знали и слышали, дай нам увидеть их по-новому. Пускай Дух Твой Святой приносит откровения, в нашу жизнь. И добудет Тебя слава и хвала, благодарим Тебя, и весь народ скажет Аминь. Слава Господу! Аллилуйя! Пожалуйста, присаживайтесь. И сегодня у нас последнее такое занятие по теме Кровный Завет. И мы с вами сегодня посмотрим на скинию, что это такое и какое это значение имеет для нас. Вообще, христиане, часто читая Ветхий Завет, не думают, думают, зачем мне это надо знать. Это все дела давно минувших дней, предания старины глубокой, сейчас уже все по-новому, Завет новый, а в Ветхом там столько, казалось бы, ненужных подробностей. Особенно Миша любит пятикнижие Моисеева. Для непосвященного человека, который не читал Библию, Евангелие, в общем-то, понятное. Там касается жизненных ситуаций. Иисус говорит, как нам жить, дает нам нравственное учение, показывает путь к Богу. Но когда человек неподготовленный читает Ветхий Завет, он думает, зачем мне все это надо. Потому что я сам таким был. Я пришел в церковь только, открыл Ветхий Завет, читаю. Ну, процентов 30, может быть, понимаю то, что там написано. Но на самом деле Библия говорит о том, что каждая черта, каждая буква в законе важна. Это Иисус сказал, что все это дано не напрасно, что все это имеет значение. И знаете, самое важное, то, что из слов Иисуса о Ветхом Завете мы можем взять, Иисус сказал своим ученикам, вы исследуете Писание, не ученикам он сказал, книжникам и фарисеям он сказал, вы исследуете Писание, то есть то самое пятикнижие Моисеева, желает через это знание иметь жизнь вечную. Но все это свидетельствует обо мне. Он говорит, вы просмотрели, вы думаете, вот те буквы там важны, те слова, вы в них вникаете, а ведь эти слова говорят обо мне. И вот, когда мы с вами будем сегодня говорить о скинии, конечно, мы разберем сначала, что там есть, что это за скиния такая, что там внутри находится, и потом с вами увидим, я как бы забегаю вперед, что все это, все, что там есть, говорит об Иисусе. И вот, как вообще скиния появилась? После исхода из египетского рабства Моисей встречался с Богом на горе. Я был на этой горе, которая считается этой горой в Египте, и думаю, как вот престарелый Моисей туда вообще забирался? Мы шли, нам чуть ли не всю ночь туда поднимались. И он на этой горе встречался с Богом. И там на горе Бог ему сказал, «Построй мне скинию». И вот давайте прочитаем исход 25 глава. Искиния должна была стать новым местом встречи Моисея с Богом. И не только Моисея, но и тех, кто пойдет вслед за ним, то есть будет нести это служение. Итак, исход 25 глава, 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». И описывается все-все-все-все приношение. И 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Все сделаете, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделаете. То есть там, на горе, Моисей увидел во всех подробностях, а если вы читали исход, то там просто детально описано, до крючочка, как скиния должна быть построена. Моисей увидел план. Знаете, прежде чем приступать к строительству какого-то здания, надо план иметь сначала, утвердить его, а потом строить. Так вот, Моисей имел Богом утвержденный план строительства скинии. Он получил откровение. «Построй все точно так, как показано тебе на горе». Для чего, Бог говорит, нужно это сделать? «Для того, чтобы я мог обитать посреди народа». Когда Моисей встречался с Богом на горе, то гора тряслась, дымилась, и было приказано, никто к горе даже не подходите и не прикасайтесь к ней, чтобы вам не умереть. Помните, на прошлом занятии я говорил, почему можно было умереть? Потому что святость Божия уничтожала всякого грешника. И только Моисею было позволено встречаться с Богом лицом к лицу. Но Господь не хотел такого расстояния между собой и народом. Он хотел быть посреди них. И как сделать так, чтобы его святость не уничтожала всех грешников, не уничтожала израильский народ, который он любил, который он вывел из египетского рабства? Как? Надо было построить скинию, где он там был бы отделен этими завесами. Мы с вами это прочитаем сейчас. То есть надо было Бога отделить, чтобы в то же самое время он был рядом с ними. И вот скиния была нужна, чтобы человек мог каким-то образом приблизиться к Богу. До этого он не мог. Моисей был как посредник, общался с Богом, передавался. Но человеку нужно было тоже приходить в присутствие Божие. Пускай через посредников, пускай через священников, но все-таки входить. И вот скиния впоследствии храм становится центром, центром жизни христианской общины. Числа, прочитаем 2 глава. Числа 2 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, сыны Израиля, вы должны ставить, каждый ставит стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, перед скинию собрания, вокруг должны ставить стан свой». И вот можно первую картинку показать. То есть, когда израильский народ путешествовал по пустыне, они же не все время шли, им нужно было останавливаться. Когда они шли, скинию собирали, специальные левиты носили всю утварь, которая принадлежала к богослужению. Но когда облачный столб, который их вел, или огненный ночью останавливался, значит, весь израильский народ должны были становиться станом. То есть, располагаться, каждый в своих палатках. И даже то, как они должны были идти, и как они должны вставать, все это было дано Богом. Определено, как они должны путешествовать, и каким образом ставить стан. И вот первое, что должны были делать израильтяне, поставить скинию. И скиния ставилась в центре всего стального стана, в самой середине. Ставилась скиния, и вокруг вы видите коричневые там такие пятна, это палатки израильтян, которые поставлены вокруг скинии. И вот таким образом, скиния – это середина, можно сказать, центр всей жизни израильского народа. Все колена ставились под своими знаменами, нам не будем подробно об этом говорить. И вот со стороны входа, с восточной стороны, ставила свой стан колено Иуды. То есть все, кто принадлежал племени Иуды, ставили станцию с восточной стороны, как раз где находился вход. И интересно то, что у каждого было свое знамя, и у колена Иуды на знамени был изображен лев. Вот. Почему я об этом говорю, мы узнаем позже. Итак, сама вокруг скинии был двор, то есть она была ограждена, находилась за ограждением. И вот во двор мог заходить каждый человек, который желал приблизиться к Богу. Но в саму скинию могли заходить только священники. И вход только один, с восточной стороны. Важная деталь, то, что в этот вход люди могли войти, только неся какую-то жертву с собой. Было сказано очень ясно, не приходите к Господу с пустыми руками. То есть каждый должен был что-то туда нести. Если уж он шел к Богу, какую-то жертву он должен был нести. То есть если барашка, барашка, теленка, теленка, голубя хотя бы, птичку, должен был принести. Ну, там были различные приношения, хлебные приношения, возлияние и так далее. То есть во врата входили только жертвы. И вот внутри покажите сразу, да, покажите вторую картинку. Вот это схема расположения. Вот красненьким – это двор. Внутри, во дворе, два предмета находилось. И вот первый – это жертвенник, медный жертвенник. Давайте прочитаем Исход, 27 главу. Исход, 27 глава. Сейчас мы с вами посмотрим на все эти предметы, которые находились во дворе, в скине, в самой скине. И потом посмотрим на их духовное значение. Итак, Исход, 27 глава, первый стих. «И сделай жертвенник из дерева сетим длиной пяти локтей, шириной пяти локтей, так, чтобы он был четыреугольный и вышиной трех локтей. И сделай роги на четырех углах, вот так, чтобы роги выходили из него и обложи его медью». Итак, это первый предмет во дворе. Можете третью картинку сразу показать. Вот я тут тоже нарисую для вас эту схему. Вот таким вот образом. Это у нас скиния. Она разделена там на две части, потом узнаем, что за две части. Вот. И окружена двором. здесь вход единственный. И вот первое перед входом это жертвенник. Медный жертвенник. И вот каждый человек мог сюда входить и вот тут где-то располагаться, молиться там. Вот. И первый предмет, который встречался в медной жертвеннике. Ну, жертвенник, понятно для чего. Можете, картинку жертвенник. Да, вот. Понятно для чего жертвенник нужен был для того, чтобы на нем приносились жертвы, приносились жертвоприношения. И человек, который приходил к Богу, Бог обитал вот здесь, во святом святых, который человек приходил к Богу, не мог получить благословение, если он приходил без жертвы. То есть вот это правило. Он приходил, зачем человек приходил к Богу? Получить благословение. А если нет жертвы, нет благословения. Это важная деталь. Как происходило жертвоприношение? Человек возлагал руки на жертвенное животное. Где у нас жертвенное животное? Вот у нас жертвенное животное. Возлагал руки на жертвенное животное, тем самым отождествляя себя с ним. То есть, как будто животное это он. И символически грехи переходили на это несчастное животное. Затем он брал нож, то есть служение было кровавым, прямо так скажем, служение Богу. Сам закалывал эту жертву, но рядом стоял священник. Священник в руке держал чашу. Он собирал кровь этой жертвы для того, чтобы потом вылить подножье жертвенника. Посмотрите, на картинке видно, что вокруг жертвенника кровь. То есть, это постоянная кровь жертв выливалась подножье жертвенника, и также роги жертвенника кропились этой кровью. И затем уже священники сжигали либо целиком тушу животного на жертвеннике, либо частично, там зависело от жертвоприношения. И таким образом жертва была принесена. Итак, мы видим, человек отождествил себя с этим жертвенным животным, и затем она приносится, вот эта жертва приносится на жертвеннике. Сжигается там либо часть ее, либо полностью. Следующее, четвертое, это у меня свои тут цифры. Следующее, медный умывальник. Следующее, что мы видим во дворе скинии, это медный умывальник. Находился он между жертвенником и входом скинию собрания. Прочитаем про умывальник. Исход 30 глава. Я уж не буду потом про каждый предмет читать, потому что иначе мы ничего не успеем. Исход 30 глава, 17 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, поставь между скинью собрания и между жертвенником и налей в него воды, и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинью собрания, пусть они омываются водой, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господа». То есть обязательной частью служения священников было омовение в медном умывальнике. Можете показать следующий слайд. Следующий слайд. И там на нем изображен медный умывальник. Он представлял собой чашу из полированной меди. И в этой чаше находилась вода для омовения священников. и почему полированная медь? В древности стекло очень редко использовалось. И женщины, например, имели зеркала именно из полированной меди или бронзы. То есть отполировали, смотрят, себя видят хорошо. И точно так же поверхность вот этой чаши была отполирована. так что священник мог посмотреть на себя. У него, может быть, все уже измазано сажей или кровью. Понимаете, что там связано все с огнем, с углями, с кровью, с жиром животных. То есть они становились грязными во время служения. Им обязательно нужно было омываться, прежде чем вновь приступать к жертвеннику, либо прежде чем входить в скинье собрания. Они омывались, лицо, руки, ноги омывали и потом продолжали свое служение. И таким образом в умывальнике была вода для умывения и отражение для того, чтобы они видели себя, в каком они находятся состоянии чистоты, так скажем. Итак, идем дальше. Святое. Можно следующую картинку показать. Ладно, не надо эту картинку тогда. Пока не показывайте ничего. Вернемся потом к этому. Святое. Скиния сама по себе представляет собой палатку из шкур. Там разные шкуры использовались. Про это тоже можно подробно говорить, но не будем вдаваться. Палатка из шкур, которая была на деревянном каркасе. То есть деревянный каркас сверху шкуры. И вот точно так же в Скинию единственный вход вел. И она была разделена на две части. Святое и святое святых. святое святое святых. Вот в эту первую часть ежедневно заходили священники для служения. Люди уже туда не могли заходить. Они животное принесли в жертву и дальше уже работа священников приносит жертву здесь, умываются, входят в Скинию собрание. Каждый день они сюда заходили. Вот в эту часть, во вторую часть Скинии только один раз в год заходил первосвященник. Мы уже об этом говорили, но еще немножко вернемся. И внутри самой Скинии находилось три предмета. Три предмета. Первое это золотой светильник. Вот теперь можно показать его. Золотой светильник. Тут он находился. На иврите называется он минора или минора, по-разному называют. Полностью из золота. То есть если вот тут медные у нас части предметы, то тут уже внутри Скинии уже золотые предметы. Напомню, что золото это символ божественный. Поэтому Скинии и в самом храме уже все внутри было из золота. Золотой светильник слева от входа находился. А что он из себя представлял? Его называют еще семисвечник. представлял из себя центральный ствол, из которого выходили шесть ветвей. Вот центральный ствол, через него поступало масло по трубочкам к каждой ветви. То есть вот эти вот части светильника они назывались ветвями. То есть масло шло через центральный ствол и наполняло вот эти все ветви. И постоянно тут горел огонь. Постоянно. Сам светильник был единственным источником света в Скинии. Завеса была двойная, поэтому никакой другой свет туда не проникал. Единственный источник света это светильник. И священники каждый день утром и вечером заправляли светильник, чтобы этот огонь постоянно горел и никогда не гас. Итак, это первый предмет. Золотой светильник. Второй предмет. Стол хлебов предложения. Следующую картинку. Стол хлебов предложения. Находился справа. справа от входа стол светильник. На нем лежало две стопки хлебов по шесть хлебов. То есть всего двенадцать хлебов по числу колен израилевых. Священники по субботам раз в неделю убирали эти хлебы, съедали их, их нельзя было выбрасывать. Обязательно они должны были их съесть и затем клали новые хлебы. Они там лежали неделю и снова по субботам происходило снова точно так же. То есть хлебы убирали, съедали, клали новые. Также там стояли кувшины с вином под носом. Следующая картинка кадильный жертвенник или жертвенник курений или алтарь кадильный по-разному назывался. Находился он посередине прямо перед входом святое святых. На нем также каждый день по утрам, по вечерам священники клали угли, которые брали жертвенника с главного. То есть вот отсюда они набирали угли, заносили сюда, клали их на этот жертвенник и затем сыпали туда специальную смесь благовонных курений. И от этих углей поднимался такой дым благоуханий. Дым благоуханий поднимался. Приятное благоухание, Библия говорит, что это было. Каждый день утром и вечером ароматный дым. Но раз в год роги вот этого жертвенника кадильного окроплялись кровью. Делал это первосвященник перед тем, как войти во святое святых. И он брал угли с этого жертвенника, всыпал их в кадильницу и с кадильницей затем заходил во святое святых, окутанный вот этим облаком курений. Один раз в год в этот праздник Йом-Кипур или день искупления. Входило святое святых. Святое святых было отделено завесой. Причем завеса была настолько плотной, то есть очень плотной. Мы с вами говорили, почему нужна была завеса, чтобы отделить святое сияние Бога от грешных людей, чтобы не уничтожило их это. И вот крепкая очень завеса, которую несколько пар валов не могли разорвать. То есть настолько делалась она плотная и крепкая. И вот он входил туда, первый священник, и там совершал свое служение перед ковчегом завета. Прочитаем исход 25 глава, исход 25 глава, 10 стих. Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиной, ширина ему полтора локтя, высота ему полтора локтя, обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи, покрой его, сделай наверху, вокруг его золотой венец святой, и вырежи для него четыре кольца золотых, утверди, пропустим, пропустим. 16 стих. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе, сделай также крышку из чистого золота, длина два локтя с половиной и ширина полтора локтя, и сделай и золота двух херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих конца крышки. Не будем херувимов описывать сейчас. 21 стих. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровение о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. Итак, Моисей после того, как он общался с Богом на горе, после того, как была построена Скиния, он уже общался с Богом здесь. И там Бог ему открывался и говорил то, что нужно сделать в Израиле для служения. А впоследствии, когда уже... А покажите нам следующую картинку, ковчег. Потом уже, когда Аарон вступил в свое служение, они уже просто совершали вот это богослужение в день искупления один раз в году. И что делал первый священник? Видите, крышка, ковчег сам. Ковчег переводится как ящик. Это просто ящик с крышкой. Но в ящике кое-что было. Там внутри были скрижали каменные, на которых было написано десять заповедей. и так же там был жезл Аарона. Впоследствии, там были такие события, когда священство Аарона было отвергнуто, и в качестве знамения, что Аарон именно избран священником. Его палка сухая дала побеги, листочки и даже плоды. Потому что из миндального дерева оно было. Миндальный вырос. И потом вот этот жезл был положен туда, в этот ковчег. И там первосвященник раз в году окроплял роги жертвенника и молился, ходатайствовал о искуплении грехов всего Божьего народа, всех израильтян. Почему, как вы думаете, почему лежали там вот эти предметы? Скрижали завета, жезла Аарона, А я вам скажу, на что указывают нам заповеди Божьи? Десять заповедей. Они указывают нам, с одной стороны, на Божью святость. Показывают, что Бог свят, и Он не имеет ничего общего с грехом. Потому что десять заповедей говорят нам о грехе. И в то же самое время эти десять заповедей показывают нам греховность человека. потому что Писание говорит, что не было ни одного человека, который бы прожил, не нарушив этих заповедей. А Иисус даже ужесточил требования ветхого закона и сказал, что не только убийство, например, является грехом, но даже гнев, напрасный гнев, является грехом таким же, как убийство. И вот тем самым, когда священник входил во святое святых, а Бог смотрел на ковчег, и что он видел? Он говорил, да грешники все, заповеди вот мои, а они что делают? Священство я избрал, а они что сделали? отвергли его. И когда Бог смотрел на ковчег, это место могло становиться местом гнева Божия. Но служение священника, первого священника, было служением примирения и умилостивления. То есть Бог глядел на вот эти вещи и говорил, все грешники вокруг, нет ни одного праведного. Но приходил первый священник, приносил кровь, и говорил, за грехи этих людей, которые вокруг вот тут в палатках свой стан ставили. Боже это придумал все, чтобы они тут были вокруг него, грешники вот эти. Он посреди грешников, посреди этих палаток грешников скрижали указывать на их грехи. Но Бог специально это сделал, чтобы первосвященник мог зайти сюда и сказать, вот кровь искупающая и грехи. И Бог прощает грехи людей, и место гнева становится местом милости, престолом благодати, местом умилостивления. И вот то, что Бог дал, вот эта схема, которую я вам нарисовал, вот это служение скинии, это опять же учебное пособие для нас с вами, которое показывает нам, как прийти к Богу, открывает нам путь к Богу. Бог хочет быть с людьми. Он говорит, я хочу, чтобы ко мне приходили, но я хочу показать вам, как нужно это делать. Посмотрите, я для вас схему создам, объясню все, нарисую все, чтобы вы поняли, как прийти ко мне. Некоторые люди думают, как к Богу прийти? Он говорит, так я вам рассказываю, смотрите, вот так, вот путь, который ведет к Богу. Конечно же, в Ветхом Завете все это происходило через посредника. Вот люди приходили, но вот тут священники, которые несут это служение, и тут первосвященник, который представляет всех этих людей как посредник. Помните, мы говорили, он в сердце, на плечах вносит имена сынов Израилевых во святое святых. И таким образом в его лице каждый человек, каждый человек приходит в Божье присутствие. Бог это определил, Бог это показал, Бог это захотел. И смотрите, мы с вами говорили о том, что в Писании все говорит об Иисусе. Искиния на самом деле нам говорит об Иисусе, потому что Иисус сказал, я есть путь. Помните? Я есть путь. И для нас очень абстрактно звучит, что это значит я есть путь? Как это вот? Но это схема, которая говорит нам об Иисусе, показывает нам, что значит Иисус есть путь. Ну, во-первых, родословно Иисусу. Мы с вами говорили о том, что он стал первосвященником, но не по чину Аарона, не из потомков Аарона, которым было дано священство. А Иисус пришел по родословию из какого колена? Из колена Иуды, на знамени которого был изображен лев. И вы знаете, как Ветхий Завет нам называет Мессия? Лев из колена Иуды. Лев из колена Иуды. То есть здесь происхождение Мессии нам показано, что Мессия придет из колена Иуды. И именно это знамя располагалось перед единственным входом. Обратите внимание еще раз, что вход во двор в Скинии один-единственный. И сам вход, сами врата, они тоже подробно описаны в Священном Писании, сами врата, это те двери, про которые говорит Иисус. Он сказал, «Я есть дверь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Других путей нет». Он говорит, «Все, кто приходит, перелазит через забор, суть воры и разбойники, нету другого пути. Единственный путь через Иисуса Христа. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я знаю, что есть идеи, что к Отцу есть какие-то другие пути. Я раньше, до того, как стал христианином, у меня были идеи синкретизма. То есть, я думал, что все религии в принципе учат одному. и думал, что Бог, Он как бы восседает на горе, на горе, а разные религии это разные пути к Богу. Одни так идут, другие так идут, третий так. И я верил во все, по сути дела. Думал, ну, у меня вот такой путь, есть христиане, у них вот такой путь, есть еще там другие. И каждый к Богу приближается своим путем. Но все они верят и приближаются к одному Богу. Но когда я стал христианином, вот эта моя схема в моем разуме была сокрушена. Потому что Иисус не оставляет нам компромисса. Может быть, хотелось бы нам примирить все религии, со всеми быть дружными. Но мы, как верующие, и должны любить всех людей. Но мы должны понимать, что Иисус не оставляет нам альтернативы. Он говорит, один, единственный путь. Я есть путь. Я есть дверь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И вот входим во двор скинии, и первое, что встречается, жертвенник. Там, где приносится жертва. Писание говорит, без пролития крови не бывает прощения. Я уже говорил, что ни один человек не мог прийти без жертвы, войти во двор скиния. Невозможно без жертвы приблизиться к Богу. И раньше это были тельцы, козлы, жертвенные животные. Но Агнцем Божьим для всех нас, совершенной жертвой, стал Иисус. И его жертвенником стал крест. И на кресте была пролита кровь невинного Агнца. Когда мы прокололи Бог, кровь эта вылилась в подножье жертвенника. И таким образом этот жертвенник был окроплен. Как роги жертвенника окроплялись, и кровь выливалась в его подножье, так и крест Господа стал его жертвенником. Именно поэтому он является символом христианства, потому что через его жертву мы обретаем спасение и обретаем прощение грехов. Именно с этой крови Иисус как первосвященник вошел во святой святых и там предъявил это Господу. Показал, что жертва умилостивления принесена. И через эту жертву мы получаем благословение. Прочитаем с вами евреям послание. Я уже говорил, что послание к евреям расшифровывает нам вот эти образы Ветхого Завета, потому что это образы те образы, которые раскрывают нам духовную суть. Евреям 9 глава 13 стих. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропления освящает оскверненных, то есть раньше так было, освящала грешников кровь этих жертвенных животных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Итак, кровь Христа теперь очищает нас от злых дел, от грехов от наших, очищает, и мы теперь отождествляем себя со Христом. Писание говорит, вы во Христе умерли, вы во Христе воскресли. Мы отождествляем себя как жертвенным животным, и таким образом наши грехи переходят на Него, как на непорочного Божьего Агнца, и Он умирает, внося плату за наш грех, потому что наказание за грех смерти. И таким образом через Иисуса Христа мы можем идти дальше и входить в присутствие Божие. А дальше на пути лежит умывальник, помните, мы с вами говорили, умывальник. И умывальник символизирует для нас Слово Божие, потому что Писание говорит, я уж не стал все места Писания приводить, думаю, что вы их найдете, если захотите. Писание нам говорит, что смотря в Слово как в зеркало, мы изменяемся в его образ. Когда мы читаем Слово Божие, мы начинаем осознавать свое несовершенство, потому что Слово Божие призывает нас к высоким стандартам. Начинаем видеть свою греховность, свою духовную грязь, свою нечистоту. Как в зеркале смотрим и видим, что мы нечисты. Но Слово Божие, в отличие от дьявола, который является клеветником, не осуждает нас, а просто предъявляет нам наше состояние, показывает нам, кто мы такие есть. И то же самое Слово дает нам воду для очищения. То есть через Слово мы обретаем ту силу, которая омывает нас. И помните, Иисус перед тем, как пойти на Голговский крест, Он омывал ноги ученикам. Он совершал тот же самый ритуал, который совершают священники. Он говорил, вы должны быть омыты для того, чтобы вы могли приблизиться к Богу. И мы не только принимаем Иисуса как жертвенного агнца для себя, не только как нашего Спасителя, но мы идем дальше и сами что-то делаем. Мы принимаем Его Слово, которое обличает нас, каемся в наших грехах и получаем прощение и очищение от этих грехов. И это надо делать, священники это делали постоянно. И нам сами это нужно делать постоянно. Невозможно, знаешь, однажды покаявшись, стать совершенным. Пока мы живем здесь на земле, грязь этого мира пачкает нас. Плоть наша побуждает нас совершать неправильные поступки. И нам снова и снова надо обращаться к Слову, к прощению, к очищению. И снова кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Итак, это медный умывальник. Затем путь лежит во святое, уже в саму скине. И там первое, что мы с вами говорили, золотой светильник. Можете найти там светильник снова показать нам? Помните, Иисус, когда разговаривал с учениками, Он сказал такие слова «Я свет миру». И Писание многократно говорит о том, что Бог это свет. Он сказал «Я свет миру». Апостол Иоанн говорил «Мы видели этот свет, который просвещает всякого входящего в мир. Он есть свет. Именно Иисус символизирует этот центральный ствол, который является светом миру». Но впоследствии в другой раз Иисус обратился к ученикам и сказал «Я вам скажу вы свет миру». Интересно. То есть тот божественный свет, который был в нем, Иисус передал своим ученикам и сказал «Теперь вы свет этому миру». Вы светите точно так же во тьме, как свечу я. Тьма в этом мире единственный свет, который есть. Это Иисус. Но благодаря тому, что мы соединены с Ним, мы тоже можем нести этот свет. Иисус дал еще такую аналогию, что я лоза, а вы ветви. Вы видите, что светильник изображен в виде растения. Это растения. И сверху чашечки где горел огонь, это как цветы. Это растения. И Иисус сказал, я лоза, лоза, это вот центральный ствол, а вы ветви. Никто не может приносить плода без меня. И вот только находясь во Иисусе, мы можем приносить плод и иметь истинный свет, настоящий свет. По-другому никак. всякий ветвь, не приносящие плода, отрубают, бросают в огонь, говорил Иисус. И вот мы связаны с ним, и только благодаря этой связи нас наполняет Святой Дух. Масло, которое текло по этим ветвям светильника, символизирует Святой Дух. То есть из-за связи с Иисусом Дух Святой течет через нас, и мы можем иметь сияние. Поэтому вот та же притча Иисуса о мудрых и нерадивых девах, то же масло, тот же огонь, он снова и снова обыгрывает, можно сказать, вот этот символ, символ света, символ единства с ним, символ масла, помазание Духа Святого. И мы на самом деле можем иметь помазание Духа Святого только если мы связаны с Иисусом. Никакого другого помазания настоящего не существует. только ложное. Был чуждый огонь, помните, что произошло с людьми, которые пытались принести чуждый огонь. Бог сказал, это не мой огонь и уничтожил их. Итак, дальше, стол, хлебов, предложения. Прочитаем на этот раз Иоанна 6 глава. Иоанна 6 глава. 51 1 стих. Давайте 48 прочитаем. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же сходящий с небес таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. И вот покажите снова стол хлебов предложения. Хлеба, которые там лежали, они, можно сказать, предназначались каждому колену Израиля. И священники, как представители всех этих колен, ели этот хлеб. И обратите внимание, что вместе с хлебом там всегда стояло вино. Это трапеза Завета. Это предметы, которые используются в Завете. То же самое Иисус использовал, когда Он разговаривал с учениками на последней тайной вечере. Он взял хлеб, преломил его и сказал, примите, ешьте, это плоть моя, которую я отдаю для спасения. И Он сказал, я хлеб живой, вы должны есть Меня. Иисус много разных образов, разных символов использует для того, чтобы донести нас некие духовные истины. И вот есть хлеб живой, это точно та же Слово Божие. Мы питаемся им, как хлебом, питаемся Словом Божиим. И это Слово оживляет нас. И Иисус есть Слово Божие. Мы, изучая Евангелие, питаемся Словом Божиим. Приходя на богослужение, мы питаемся Словом Божиим. Раз в неделю ученики должны были, священники должны были съедать этот хлеб. И раз в неделю у нас происходят богослужения основные. Но питаться этим мы должны постоянно, постоянно пребывать в Иисусе Христе. И тогда мы будем иметь жизнь, жизнь вечную. Поэтому Иисус сказал, примите, ешьте. Всякий, кто ест этот хлеб, будет жить вовек. И ученикам он сказал, пребывайте в Слове Моем. Итак, тут все связано. Слово, Иисус, жизнь. Все это Иисус показывает различными образами, что мы соединены с Ним. Потому что хлеб, который мы едим, становится частью нашего организма. Также Иисус, которого мы приняли, стал частью неотъемлемой нашей жизни. Наши клетки состоят из тех продуктов, которые мы с вами съели в течение жизни. Так ведь? У тебя же клетки не взялись каким-то волшебным образом. Ты рос, ты родился, рос благодаря питанию. Если сегодня ты здесь не исхудавший, румяный, довольный, благодаря тому, что ты позавтракал, возможно, пообедал. И вот то же самое. И ты живешь, потому что ты питаешься каждый день. Но духовная жизнь точно так же требует питания, постоянного питания. Иисус сказал, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Истинно. То есть не должно быть так, что один раз услышали проповедь, или один раз прочитали Евангелие, и думают, ну мне на всю жизнь. Это как бы ты сегодня утром поел плотненько и сказал, ну теперь до конца недели можно жить. Трудно будет жить до конца недели, а до конца месяца, до конца года. Надо снова поесть. Точно так же в духовном плане нам снова и снова нужно питаться, питаться этим хлебом живым, сходящим с небес. Покажите нам алтарь кадильный, кадильный жертвенник. Жертвенник кадильный, ароматные эти травы, которые сжигались там, состав специальный, это молитвы, это жертвы хвалы, входите во врата его со словословием, во дворы его с хвалою. Мы входим в присутствие Божие не автоматически. Некоторые говорят, почему Бог, Он же знает мои проблемы, почему не вмешается и не сделает ничего. Бог так сделал вот этот путь, что без молитвы, без поклонения не можем войти. Зачем нужны молитвы и поклонения? Это явное выражение нашего желания к Богу приблизиться. То есть мы не просто сидим сложа руки и говорим Бог, приди ко мне. Нет. Мы активно, можно сказать, идем в Его присутствие. Мы тем самым выражаем жажду встречи с Ним, желание встречи с Ним. Мы молимся, мы ходатайствуем, мы прославляем, мы ищем Его лица. И Бог видит, что наше сердце стремится к Нему, и, конечно же, Он не останется в стороне, выйдет нам навстречу. Поэтому неотъемлемая часть при освящении входил в присутствие Божие, окутанный облаком курения. В книге Откровения сказано, что фимиам этот суть молитвы святых. То есть без молитвы, без этого активного нашего действия мы не можем войти в это святое присутствие. Это необходимость для нас. Необходимость для нас. И вот завеса, которая разделяла святое святых, то есть само присутствие Божие, она разорвалась, когда Иисус умер на кресте. Помните, земля потряслась и завеса в храме разодралась сверху донизу. Важная деталь. Как будто Бог взял ее вот так сверху донизу разодрал. Та завеса, которую несколько пар валов не могли разорвать, в этот момент разорвалась сверху донизу. Потому что Бог показал, я открыл путь благодаря совершенной жертве. Больше не нужно отгораживаться, больше не нужно прятаться, больше не нужно скрывать свою святость, чтобы человек только через посредников мог прийти. Нет. Теперь Иисус вошел сюда и пребывает здесь. И мы вместе с ним вошли, и завеса уже не нужна. Это важная деталь. Разорвалась завеса. Иисус сказал, оставляйте дом ваш пуст. Храм еще стоял какое-то время после смерти Иисуса. После его смерти, воскресения. Но там ковчег стоял до того момента, пока римляне в 70-м году не разрушили этот храм, не унесли все вот эти предметы в Рим. И на арке триумфальной изображены минора, другие предметы из храма. Они все унесли, как добычу. Потому что Богу это неинтересно. Это утратило свое значение. Поработало и хватит. Там уже не было сияния славы. Там уже остались только внешние формы. Потому что Бог перелеснул страницу. Сказал, это было ветхое служение, старое. Теперь это был старый завет. По старому завету так надо было. А теперь новый завет. Теперь во Христе мы уже там. И не нужно храмов, не нужно священников, не нужно посредников. Потому что Иисус первый священник один, посредник один, других посредников нет. И во Христе мы там, в Его присутствии. Путь к престолу благодати открыт. Место гнева стало местом милости. мы приходим в присутствие Божие, а там кровь Христа. Заповеди осуждают нас, а кровь Христа оправдывает нас. Показывает, жертва принесена. И вот последнее место я хочу прочитать. Это Евреям 9 глава. Вновь мы вернемся сюда и прочитаем с вами с первого стиха. первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Вот то, о чем мы с вами говорили. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. За второй же завесу была скиния, называемый святой святых, имевшая золотую кадильницу, обложенная со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, про манну тоже забыл сказать, почему там сосуд с манной? Потому что Бог их кормил, они сказали, надоела нам твоя еда. Опять же осуждение себе. Итак, жезл аронов, расцветший, скрижали завета, а над ними херувимы славы, осеняющее очистилище. Очистилище, обратите внимание. То есть там происходило очищение. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не был открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени. Он про то в бетхозаветное время говорил, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенными приносящего. И которые с ясными питьями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть это было временно, пока не было исправлено. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скиню, не рукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. И вот здесь кратко апостол описал то, что я вам говорил целый час. Кратко. Вот он путь, путь во святое святых. Это были образы прошлого времени, но которые показывают нам, что происходит в настоящем, каков путь к Богу. И хочу показать вам последний ролик, можете запустить, без звука я сам опишу. Видео давайте посмотрим. Вот смотри, человек приносит неповинное животное, ягненка, священник проверяет его, нет ли на нем пятна, порока, какого-то изъяна, как в Иисусе не было никакого греха. То есть это чистый агнец. И он признает его пригодным для жертвоприношения. И посмотрите, человек возлагает на него руки, и когда происходит молитва, символически грехи этого человека переходят на это чистое, непорочное животное. И теперь оно готово к жертвоприношению. Но вы знаете, Иисус, хотя взял на себя наши грехи, сам он, конечно, был безгрешный. И вот приносится жертва, как Иисус был распят на кресте. здесь священник на жертвеннике приносит эту жертву, и человек получает благословение от Бога, Божье прощение. И идет уже радостный, прощенный. И вот этот ролик, он символически показывает на самом деле то, что происходит с нами, когда мы обращаемся к Богу. Поэтому никогда вот сегодня тот же самый путь. Все эти предметы актуальны для нас и сегодня, но только в духовном смысле. Ничто не потеряло значение из того, о чем я сегодня говорил. Все имеет точно такое же значение. Сказано, другая скиния, большая, нерукотворенная, но образы все те же самые. И если мы хотим приблизиться к Богу, ничего из этого мы не можем игнорировать. один вход через жертву Иисуса Христа, через Слово Божие, которое обличает нас и призывает нас к покаянию. Во Христе мы становимся светом этому миру, пребывая в Его условиях, наполняемся силой от Бога, с молитвами и хвалой входим в Его присутствие и получаем благодать для каждого дня. Не только прощение, но и помощь, поддержку, все, что обещал Бог на основании Завета, все обетования, которые даны в Священном Писании, относящимися к Христу, во Христе Иисусе, да и аминь. Как духовное благословение, так и благословение материальное, благословение душевное, потому что Бог успокаивает нас, утешает нас. И вот таким образом все во Христе Иисусе мы получаем благодаря вот этому пути, который Бог нам показал. И давайте мы встанем и будем молиться, молиться, чтобы вот то откровение, которое есть в Священном Писании, оно было в нашем сердце, чтобы мы видели, что Бог Сам пожелал быть посреди нас. Он сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. Не вы ко мне пришли, а я к вам пришел. Пришел, чтобы быть посреди вас поначалу, а затем поселиться внутри вас. И давайте будем молиться, Господь, мы обращаемся к Тебе, и мы видим, Господь, что Ты открыл нам единственный путь, путь через Иисуса Христа. Нет другого пути, нет другой возможности спастись. Только во Христе Иисусе мы обретаем прощение греха, потому что без пролития крови не бывает прощения. Только во Христе Иисусе мы получаем очищение, омовение от наших грехов. Только в Слове Твоем, Господь, мы видим свое несовершенство, и в то же самое время Ты даешь нам силы для того, чтобы менять нашу жизнь. Ты даешь нам ту благодать, которая меняет наше сердце, меняет наше мышление, которая подлинно очищает нашу совесть не от плотской нечистоты, очищает нашу совесть от злых дел. Ты это совершаешь, Господь, и продолжаешь это делать сейчас, сегодня. Мы благодарны Тебе, что Ты принес свет в нашу жизнь. Ты сам свет жизни озарил наши сердца и сказал, вы теперь ходите во свете. Кто ходит во свете, тот не спотыкается, потому что видит все. Ты дал нам возможность видеть, понимать, как устроено мироздание, как Ты его создал, видеть себя в этом творении, свою роль, свое предназначение, видеть будущее и надежду, которую Ты нам даешь. и Ты сказал, вы свет миру, и мы можем нести этот свет другим, рассказывать о пути спасения другим, светить во тьме, не только благодаря своим словам, но благодаря своей жизни, своим поступкам, своим делам. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты показал нам, что с помощью молитвы, хвалы и поклонения можем входить в Твое присутствие, и что для Тебя это приятное благоухание. Ты воспринимаешь это как аромат, когда святые ищут Тебя, когда молятся, когда поклоняются, прославляют, это как фимиам перед лицом Твое, и Ты рад, когда происходит это, настоящая хвала, настоящее поклонение, настоящий поиск сердца. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты для нас разорвал завесу, открыл нам путь Своё присутствие, и сегодня во Христе Иисусе мы приходим к Тебе, чтобы предстать перед Твоим престолом, не престолом гнева, не местом, где Ты смотришь на наши грехи, а местом милости, где Ты, видя кровь Иисуса Христа, прощаешь нас и даёшь нам мир, любовь свою, благодать свою, помощь, поддержку, всё, в чём мы нуждаемся, мы обретаем в Твоём присутствии. Я прошу, Господь, дай каждому из нас смелость, невзирая на то, что происходит в нашей жизни, идти в Твоё присутствие. Путь открыт. Ты оправдываешь нас. Кто осуждает избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто может отлучить нас от любви Божьей? Никто. Господь, Ты показал нам, что Твой завет, новый завет, непоколебим и утверждён навеки и веки. Ты не меняешься, Господь, Ты всегда тот же, и путь открыт всегда. И не дай, Господь, нам впасть в заблуждение и думать о Тебе иначе. Не дай нам слышать клевету сатаны, принимать её, что Ты отвернулся, что Ты отказываешься, от нас не принимаешь, это ложь. Завеса разорвана, путь открыт, и каждый может приходить в любом состоянии, в любой момент, когда только пожелает, может приходить Твоё присутствие. Мы благодарны Тебе, Господь, за тот великий план, который Ты исполнил. Ты задумал это с самого начала. Ты дал образы, как учебное пособие, чтобы мы научились. И Ты осуществил это в Иисусе. Мы прославляем Тебя, Господь. Иисусе cardio